Вы смотрите 24КЗ, с вами Динара Саду. Здравствуйте. Касамжумар Токаев обсудил по телефону с Владимиром Путиным паводковую ситуацию в приграничных регионах. Они договорились об укреплении взаимодействия между правительствами двух стран в борьбе с природной стихией. Также главы государства оценили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Собеседники отметили традиционное динамичное развитие казахстанско-российских отношений в духе застратегического партнерства и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих встреч. Сейчас в эфире брифинг службы центральных коммуникаций. Махпала, вам слово. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Республиканский информационный штаб продолжает свою работу в прямом эфире. Сутасқына, Харсы Кезинде, Хоғамдық Тартты, Хамтамасы Ету туралы бізге. Хайсар Аблиегулы Султан Баев айтпереді, Казахстан Республикасы Ишкистер Мейстерлигі, Акымшылык Полиция Комитетінің Тұрағасы. Хайсар Мұрза, сөзгізе көзіңізде. Рахмет, құрметті азаматтар, және масс-медиа өкілдері, мемлекет башысы су басқан өңірлерде азаматтардың қауіпстің қорғап, құқықтық тәртіп пен қараусыз қалған мүліктің сақталуын, қамтамасыз етудің маңызылығын ата бөтті. Азаматтарымыздың қауіпстің қамтамасыз етуді үшін, қазіргі уақытта тәртіп сақшылары күшетілген үржімде қызмет атқаруда. Құтқару және су тасқына қарсы ішшараларға 4 мүн нанастан полиция қызметкерімен, ұлттық ұланының әскери қызметшілері, сонда еқ ішкістер министерлігі оқу орындарының кұрсанттарыда қатысуда. 700 қызметтік техника жұмылдырылды. Бұл патрулдік көліктер, автобустар, жүк көліктер және ведімсталықты күшақтар мен үшақтар. Ишкістер орғындарының қызметкерлері төтенше жағдай министерлігімен, жергілікті орғындарға арқытарды тазартуға да көмектесуді. Жалпы полиция қызметкерлері мен ұлтты құланың әскери қызметшілері 10 мүм метрге жуық арқыты тазартты. 159 мүмін астам құм салыңған қаптар төселді. 16 300 адам құтқарылды. Оның ішінде түкшіқпен 325 адам эвакуацияланды, оның 111 жас өспірін балалар. Қараусыз қалған мүлікті күзету үшін полиция 45 зардап шеккен елді мекенді бақылауға алды. Бұл Ақтөбе олысында Ақтөбе қаласы мен ойлауданы, Атырау олысында жылы ой ауданы Құлсары қаласы, Батыс Қазақстан олысында орал қаласы, Бөрлі Бәйтерек Қаратөбе Сырым Терек таудандары, Павладар олысында Шарбақтауданы, Солыстық Қазақстан олысы Тайынша ауданы, Қостанай облысында Қостанай және Рудней қалалары, Қостанай Қарасу Федоровқы және Бенбет Малин аудандары, Ұлытау облысында Ұлытау ауданы, Айта кету керек қазір үшкістер орғындары 9600-ден астам қараусыз қалған тұрғын үймен басқа да нысандарды күзетуде. Ұлық қалғылыққа жол берілген жоқ. Су тасқыны кезінде полиция жол қауіпсіздігіне ерекше назар аудар ботыр. Республикалық маңызы бар жолдардың 14 ұчас кесінде Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Қостанай, Маңғыстау, Павладар және Солыстық Қазақстан олысында яғни жеті аймақта қозғалысқа шектеу еңізілді. Су басқан аймақтардан патрулдік екі баждардың сүйемелді өмен үйімдастырылған қалондарлармен 5 мүмін афта көлік шығарылды. Жалған Ақпараттың таралыуына жол бермеу мақсатында ұшықстер орғындары мен Ақпараттық кеністікке мониторинг жүргіздуде. Мысалы, жаңа өзен қаласының тұрғыны су тасқыны салдарынан қалада жол жабылды деп жалған Ақпаратты таратып, сол үшін жауіпқа тартылды. Осы ойда жалған Ақпаратты таратушылар жауіп кершілікке тараттылатын ерекше ескертеміз. Қостанайда су басқан аймаққа күруге түйім салу туралы полиция қызметкерлерінің заңды талаптарына бағым-бағаны үшін төрт адам жауіпқа тартылды. Мәселен алтын сәуірде түнгі уақытта қостанайда тереңдігі бір метрге дейін жететін су басқан аймаққа өтпек болған мас күйдегі адамдар тұқтатылды. Үстау кезінде олар полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсетіп талаптарына бағым-баған. Одан бөлі құзыңшылар қоғамдық орында мас күйдегі жүргені және төтінші жағдай режимін бұзған үшін жауіпқа тартылы отыр. Сонда еқ, қаратомар су қоймасындағы жарқшақ туралы жалған ақпарат тарытқан үшін қостанай қаласының тұрғынына қатысты тағы бір әкімшілік іс қозғалды. Сотқа жіберуді жоспарлау отырмыз. Бұл ретте назарларыңызға салатын маңызды мәселе бар. Еліміздің заңнамасына сәйкес төтінші жағдаймен жаппай тәріпсіздік кезінде қылмыстық құқық бұзыңшылық жасау жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән жайлар деп танылады. Мысалы, кіс өлтіру, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, зорлау жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттер үшін де жаза күшейтіледі. Осы кезде көрінеу жалған ақпараттар тарату бейлік өкіліне бағымбау, оған қатысты қорқтыу немесе зорлық-зомбылық жасау жауап кешіктеде ауырлатады. Сонымен қатар заңға сәйкес түтінші жағдай кезінде лауазымды тұлғаларында жауап кешілігі артып отыр. Қызмет барысындағы әрекетсіздік, құқық қорғау орғаны қызметкерінің өз міндеттерін орындаудан жалтаруы қылмыстық жауап тұлықты ауырлатады. Қауіпстықтіктіктік қамтамасыз ету бойынша қызметті атқару қағидаларын бұзған азаматтарға, ғимараттарға шабыл жасау мен мүліктік қауіпті тәсілімен жойуға қарсы шаралының қабылдамаған бастықтың әрекетсіздік үшін жауап кешілікте күшейтіледі. Құрметті азаматтыр, үшкістер меністерлігі су тасқыны орын алған өңірлердің тұрғындарының өмірімен денсаулықтарын қорғауға, мүліктерінің сақталыуын қамтамасыз етуге арналған үшшералыға түсінстікпен қарауға, және оларға қол үшін созуға шақырат. Құрметті азаматтыр, үшкістер меністер үшін жауап кешілікті қамтамасыз етінің әтігі үшін жауап кешілікті. Назарларыңызға рахметті. Рахметті, Құрметті артвестер, Құрметті көрірмен, әзіргейтармыз ғысы, бірніші мені тардаған қайта ғайта үліпірді жүзескенші. Вы смотрели брифинг службы центральных коммуникаций, сейчас вернемся к новостям. Режимы работы водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования обсудили премьер-министр Казахстана и председателек кабинета министров Кыргызстана. Этот и другие вопросы подняли во время краткосрочного рабочего визита Лжаса Бектенова в Бишкек. Он прибыл туда по поручению Хасымжумарта Токаева. На следующей неделе в аккорде с официальным визитом ждут президента Кыргызстана, и поэтому на правительственном уровне идет обсуждение предстоящих деталей. Бакачир Машев с подробностями. Переговоры глав правительственных делегаций прошли в государственной резиденции Ала Арча. Стороны обсудили совместные меры по наращиванию двустороннего товарооборота до 2 млрд долларов. При этом внимание уделили конкретным проектам, направленным на укрепление торгово-экономического сотрудничества двух стран. Казахстан уже на данном этапе готов нарастить экспорт по 195 товарным позициям на сумму 260 млн долларов. Потенциал имеется в пищевой, промышленной, нефтехимической, строительной, фармацевтической отраслях и в ходе реализации совместных торгово-логистических проектов. Главы наших государств особое внимание уделяют развитию двусторонних отношений. Поставленные президентом задачи должны быть выполнены в полном объеме и максимально эффективно. Как мы видим, в последнее время эти усилия приносят значительные плоды. Исходя из сказанного, правительство Казахстана готово и дальше работать в этом направлении. Премьер-министр Казахстана подчеркнул важность раскрытия потенциала сотрудничества в сельском хозяйстве. Для этого правительствами двух стран будут приняты меры по увеличению взаимных поставок продукции и запуску совместных проектов. В связи с необходимостью поддержки аграриев, Олжас Бектенов подчеркнул важность утверждения режимов работы водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на вегетационный период 2024 года. Наряду с этим стороны отметили динамичную работу по повышению пропускной способности казахстанско-кыргызской границы, а также привлекательности транзита для грузоперевозчиков. Как и прежде, мы готовы всемирно поддерживать все двусторонние инициативы, направленные на развитие взаимных плодотворных взаимоотношений. Сейчас мы с тревогой вниманием следим за событиями в Казахстане, связанными с паводками. Выражаем глубокую надежду на то, что ситуация в ближайшее время нормализуется, а последствия будут минимальными. Детали предстоящего официального визита президента Кыргызстана Садыра Джапарова в Казахстан премьер-министр Оужал Бектенов обсудил в ходе встречи с главой соседнего государства. Планируется, что в Астане президенты двух стран проведут заседание высшего межгосударственного совета, где рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, Садыр Джапаров примет участие в открытии Дней Кыргызского кино в Казахстане и ряде других мероприятий. Официальный визит кыргызстанского лидера намечен на 18-19 апреля. Бакычер Машев, специально для 24КЗ, Бишкек, Кыргызстан. Вернемся к теме паводков. Обеспечить пострадавших от паводка жильем, услугами образования и здравоохранения поручил глава правительства. Ужас Бектенов провел совещание по ликвидации последствий паводка. Что касается строительства домов, то уже разработан типовой проект индивидуального жилого дома, по которому будут строить дома в регионах. Ужас Бектенов заметил, в пунктах временного проживания по всей стране остаются почти 8,5 тысяч казахстанцев. Еще столько же уже вернулись домой. Срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в североказахстанской области поручил Роман Скляр. Там проживают больше 200 человек. Первый заместитель премьер-министра осмотрел дамбы и проверил готовность противопаводковых укреплений и эвакопункта, а также заслушал доклад Акима Петропавловска. Он доложил, что большая вода подойдет к селу через три дня, но укрепленная дамба удержит только первый перелив воды. По прогнозам, дачный массив затопит со всех сторон. Из 200 домов под угрозой больше половины. Скляр поручил разъяснить жителям, почему важно уехать и проконтролировать переселение семей. На эвакуацию есть всего два дня. По движению реки сверху печенья от Сергейского водохранилища в зону подтопления подпадают 14 населенных пунктов. Однако это не все дома в этих населенных пунктах, а лишь отдельные придворовые территории, где необходимо будет провести эвакуацию. Работа там налажена. Что касается города Петропавловск, вчера премьер-министр также проинспектировал строительство и наращивание дамб в городе. Работы мы завершаем по ним завтра полностью. Принято решение эвакуировать порядка 200 человек из поселка Заречный. Сегодня мы проверили работу эвакуационных пунктов. В течение двух дней задача эту работу завершить. Больше 500 человек личного состава МЧС и столичной войсковой части Минобороны переброшены на усиление в Североказахстанскую область. Об этом на брифинге СЦК проинформировал старший офицер Министерства по чрезвычайным ситуациям. Также в СКО отправили больше 100 единиц техники. В регионе ситуация остается сложной. В ближайшие сутки ожидают пик первой волны паводков. Под угрозой три района и сам город Петропавловск. Жители, проживающие в зоне риска, эвакуированы. По данным КАЗ Гидромета, почва в регионе промерзла почти на полтора метра. В Североказахстанской области промерзание неравномерно. Глубина варьируется от 37 до 143 сантиметров. Оттаивание верхнего слоя происходит медленно и составляет от 1 до 30 сантиметров. Промерзание почвы сохраняется в Акмолинской, на большей части Кустанайской, Павладарской и Североказахстанской областях, а также на севере Западноказахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточноказахстанской областей. В Атараусской области все силы брошены на берега укрепления. По обеим сторонам реки Урал возводят 100-километровую защиту. Накануне волонтеры и жители привезли почти миллион мешков с песком. Уровень воды тем временем продолжает повышаться. Специалисты говорят, что есть высокий риск подтопления города. По информации КАЗ Гидромета, сегодня в 8 часов уровень воды на гидропосту в селе Индербор поднялся на 33 сантиметра. Общий объем с начала паводка составляет 216 сантиметров. Сейчас региональный штаб распространяет информацию каждые 4 часа. Заместитель премьер-министра Нурлан Байбазаров посетил несколько сел в Западноказахстанской области и встретился с местными жителями, чьи дома оказались в зоне подтопления. Также он навестил людей, находящихся в эвакуационных пунктах Уральска, где сейчас живут около тысячи человек. Для них обеспечили горячее питание, медпомощь и предметы первой необходимости. Сейчас в регионе начинается второй этап эвакуации людей в связи с подъемом уровня реки Урал. Местными исполнительными органами подготовлено 30 тысяч мест. В Министерстве промышленности и строительства создан оперативный штаб по вопросам восстановления жилья для граждан, пострадавших от стихийного бедствия. Эти меры принимаются в рамках поручения главы государства, руководителю ведомства Канату Шарлапаеву. В Министерстве разработан комплексный план действий, предусматривающий строительство нового жилья. Проекты домов представят в открытом доступе. В рамках плана были разработаны два эскизных проекта жилых зданий. Первый – это трехкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 квадратных метров. И второй – двухквартирный жилой дом общей площадью 160 квадратных метров. Разработанные эскизные проекты жилья проходят государственную экспертизу, что обеспечит типовой подход во всех регионах. Данная работа будет завершена до конца следующей недели. В селе Жалаула Павлодарской области построят новое жилье. Из 14 потопленных домов пять признали аварийными. Дома возведут в кратчайшие сроки в безопасном месте. Наш корреспондент в регионе Ербол Абишев расскажет подробнее. Всего несколько дней прошло, как из села Жалаулы отвели талые воды. И специальная комиссия смогла оценить масштабы нанесенного ущерба. Из 14 потопленных домов девять решено ремонтировать. Остальные пять уже непригодны для восстановления. Немногим ранее мы побывали в одном из таких домов. Действительно, жить там будет невозможно. Дом почти разваливается. Видите, какие трещины пошли. Мебель вся испорчена. Забрали только вещи, посуду, бытовую технику. Вчера сказали, что дом построят. Очень на это надеемся. У меня четверо детей, идти нам больше некуда. Местные жители, конечно, сильно переживали, что останутся без крова. Но проблема быстро нашла свое решение. И уже к концу этой недели в селе Жалаулы приступят к возведению нового жилья. Спонсоры взяли на себя не только строительство домов. Они же выделят деньги и на ремонт других пострадавших объектов. Акимат, в свою очередь, выдаст все гарантированные социальные выплаты. Мы сами подключаем коммуникации. Мы уже передаем полностью 100% дом с капитальной отделкой. Внутренняя отделка здесь предусмотрена. Сразу говорю, будет побелено, покрашено. Все как положено. Человек зашел, мебель свою растаял и живет. А если в целом говорить о размерах нанесенного стихии ущерба, то только в этом селе его сумма превысила 100 миллионов тенге. Акимобласти заверяют, что подобной ситуации в Жалаулы больше не повторится. Для этого на окраине вырыли три котлована, куда теперь будут стекаться талые воды. На самом деле была системная проблема. Периодически это село топило. И решение такой системной проблемы мы видим в комплексных мероприятиях, включая устройство трех котлован, устройство дамбы. И перенос некоторых домов, нижней части, те, которые основные, подтопленные, аварийные, их перенос на более возвышенную часть села. Поэтому для этих целей был объявлен режим чрезвычайной ситуации по селу, чтобы мы не затратили время на проектирование, на проведение всех процедур. Местные жители довольны таким решением. Сторожилы тоже благословили все начинания и по традиции провели обряд жертвоприношения, чтобы дело быстрее заспорилось, а беда, чтобы всегда обходило село жаловной стороной. Ербулабище, Даулет Кушхарбаев, Марат Нигбиков, из Павлодарской области, 24 КИЗ. Адресную социальную помощь для жителей районов и городов, где объявлен режим ЧС, автоматически продлят во втором квартале этого года. Сейчас в Министерстве труда и соцзащиты населения вносят необходимые изменения в нормативные правовые акты. Граждане, которые обращаются за помощью впервые, могут подать заявление через портал электронного правительства. Напомню, АСП – это ежеквартальные выплаты казахстанцам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума, а также дополнительные выплаты детям из малообеспеченных семей. Государство также помогает в трудоустройстве и предоставлении грантов семьям, желающим открыть собственное дело. В первом квартале этого года АСП получили почти 56 тысяч семей. В Актюбинскую область прибыл гуманитарный груз из Кыргызстана. Это 100 тонн продукты, питание, одежда, постельные принадлежности, обогреватели и предметы быта. Как отметил сопровождавший автокараван министр по ЧИЭС Кыргызстана Баубе Кожикеев, дружественные народы всегда приходят на помощь друг другу в трудную минуту. Груз направили в центр Анахатахзам, на базе которого открыт пункт помощи пострадавшим от паводка. Оттуда вещи и продукты питания по мере необходимости будут распределять по эвакуационным пунктам. И на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи.